Вообще в чувство, придите в мире, что происходит. Возвращаясь к тому же экономическому форуму, они должны быть наполнены ведь не только первыми лицами, различными чиновниками, но и олигархами. А их как-то то ли поубавилось в России, где-то отсиживаются, то ли молчат и выжидают. Вот чего ждут, как думаете? Им-то точно есть что терять, и уже многое потеряли ввиду введенных санкций. Но голоса российских олигархов, которые, в общем-то, должны влиять на ситуацию, как-то не слышно. Ну, вы слишком много от них ожидаете. Это не та сила, которая может выступить против. Они, конечно, обрадуются его падении. Но большинство из них, практически все, которых я сейчас мелькнул на фотографии, они находятся за границей. Нет, судьбу диктатора решают. Помните, в Советском Союзе была такая пьеса «Человек с ружьем» об Октябрьской револеции. Вот люди с ружьем, которые могут войти в бункер с оружием. Вот эти люди будут решать судьбу диктатора. И здесь триггером, вот даже сейчас, при первых таких сигналах контрнаступления в Украине, какая уже началась паника. Вы посмотрите из любопытства, что творится на патриотических телеграм-каналах. Там уже вслед за Стрелковым повторяют, что Путина надо повесить, как слабого галакомандующего. А что произойдет после того, как бой? Я вот уверен, что таким триггером и взятие Херсона, или Глиизюма, или уничтожение Крымского моста вызовет цепь событий в бункере. И на следующий день, после одного из этих драматических событий, мы в антракте Лебиина-Озерова слышим, что товарищ Путин свершил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе и не может уже более выполнять постоянное здоровье обязанностей президента и главнокомандующего. Это не значит, что придут какие-то прекрасные люди. Придут такие же мерзавцы, как и он, которые там же в бункере других и нет. Но они будут вынуждены считаться с военными реалиями и примут ультиматум Запада, сформулированный уже давно, что переговоры начнутся только после отвода российских войск на линию 22 февраля. Андрей Андреевич, а давайте теперь обсудим ситуацию в самой России. Вот на этой неделе Европейская комиссия предложила полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией. Теперь визу получить будет и сложно, и долго, и дорого. Это решение может вступить в силу уже на следующей неделе. Точно стало известно, что Эстония, Латвия, Литва плюс Польша в ночь на 19 сентября введут запрет на въезд россиян шенгенскими визами, в том числе выданных в других странах ЕС. И к этому же сегодня стало известно, что Грузия массово отказывает россиянам во въезде в страну. Чем может закончиться для России вот такая консервация консервация россиян в собственной стране? Ну, это даже, понимаете, ошибочно. Это считается, что это цель этого мероприятия там повлиять на россиян. Вот они возмутятся и начнут выступать против Путина. Это элементарная мера безопасности. Идет война. Все эти государства, это прифронтовые государства, находящиеся на линии фронта. И что значит вот такое бесконтрольное посещение россиянам? Это тысячи этих Чипик и Шипкиных. Помните какие-то эти агенты, которые отравили Скрипалей, расстреливали сеченских оппозиционеров в Германии? Тысячи таких людей находятся сейчас на Западе в состоянии, находясь в состоянии войны с Россией, открывать границу ее агентам. Это просто немыслимо. Это элементарная норма военной безопасности. Но это свой, сукин сын. И Бог с ним пускай болтает. Мы понимаем цену этой болтовни. Причи про полонених, чи доводилось вам стикатися із російськими полоненами? И что они теперь кажут? Тобто, если на первых тижнях, месяцах войны они сказали, ну, навчання, мы тут випадково, то что кажут теперь? Ну, если вы имеете такую информацию. Ну, я единственное, что могу прокоментовать, что теперь у них, так сказать, оговорок, что они заблудилися, что они не знали, куди едут на шоссийский месяц, полномасштабного вторгнення на суверенную независимую страну, у них это уже не проходить. Можно лише сказать, что сейчас есть новый тренд, это что касается незаконных броневых формований ЛДНР, что якобы их, они вошли в магазин, их мобилизовали, и они опинились на фронте. Но с соответствующими спецслужбами они проходят переверку, и все-таки, виявляется, что они не так уж давно попали, так сказать, взяли до рук зброю, и они сейчас начинают понимать, что все-таки не так все очень легко. Ворогу и любому оккупанту, который пришел на нашу землю, я все-таки продолжаю радовать сдаваться технику, сдаваться в полон. Их все-таки обменяют, потому что для нас наши бойцы, наши побратимы, они важливые, и, соответственно, нужно их повернути на нашу родную землю. Что касается других, ну, понимаете, они думали, что все-таки их тут будут ждать. Их, так сказать, потьомкинская армія уже начинает потихоньку сдаваться в очах света, в очах других військовых, так сказать, армій света, и действительно они уже доказали, что это не совсем другая армія света. Но все-таки я продолжаю наголошу, что не важно недооцінювати ворога, потому что он подступный, он подлик, и можно от него очевидеть будь-что. Но за порука нашей страны, это, безусловно, будет сильная украинская армія. Віталій, еще хочу запитати, власне, от мы чуямо мантри таки від тої, от, від росіян и від їхнього командування, и, власне, в соцмережах про те, что потерь нет, паники нет, еще ничего не начинали. Это, на вашу думку, быть бесконечные мантри для росіян, для, так би мовити, населення Росії? Або все ж таки якась межа є і в якийсь момент перестануть в це вірити? Ну, дивіться, це їхня звична риторика, що в них все добре, в них все, вони тільки-тільки, ось, 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 ми тільки це все почнемо і так далі. Ну, відповідно, вони продовжують працювати над той ресурс суспільства, який ще дійсно вірить, що це спецоперація, все йде успішно і все продовжується роботися дуже чудово. Безпосередньо їхні військові, які знаходяться вже в окопах і бачать, що стосується по їхньому забезпечуванню, вони розуміють, що не так все дуже добре, не так все відбувається, як їм розказував, що ці казачки, вони починають, і ці міфи починають роздроблюватись. Відповідно, по їхньому оснащенню, по тих людей, які попадають, по тих командам, які їм там дають, ми бачимо, що не зовсім вони професійно себе ведуть. Для нас це чудово, бо тому що ми, як я говорив, продовжуємо звільняти нашу землю і продовжуємо, так сказати, наближати переможний день для нашої країни. Вони якась себе продовжують годувати, якщо їм там легше від цього, ну, хай вони роблять. Але можна від ворога чекати будь-що. Це треба точно бути до цього готовими, бути в тонусі. Ще хочу, от, власне, спробувати провести паралелі, якщо вони доречні. Ви на цій війні з 2014 року чомусь згадався Слов'янськ і Краматорськ і його звільнення тоді у 2014-му. Чи можна побачити якусь схожість між тим, що відбулося тоді і тим, що відбувається зараз, зокрема, на Харківському, на Південобузькому напрямку? Або це зовсім інші, не схожі між собою процеси? Я б сказав, що вони зовсім не схожі. Масштаб війни, він відбувається в зовсім іншому форматі. Ми бачимо зовсім інші калібри, набагато більше застосування важкого озброєння, безпочатне нищення цивільної інфраструктури та ціленаправлено ворог б'є по населених об'єктах та б'є по цивільній інфраструктурі. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.